ну знаете ли бывают разные случаи в жизни вкусная радость приветствует вас друзья мои это то о чем я сейчас вам говорила сегодня у меня такой суп здесь у меня две картошины в мудере лук зеленый которая сама выращиваю на подоконнике и одно яйцо здесь у меня рыбный бульон сейчас я его включаю и я готовлю такую похлебочку рыбную это у меня такой обедик приступаем друзья что хочу вам сказать и хотела пока чищу картошечку послушайте мне мне вот я веду здоровый образ жизни вы об этом знаете да по крайней мере кто-то может быть знает кто мои трансляции прямые слушал я там об этом говорил да и вообще не скользь всегда говорю о своей жизни я человек открытый такой конечно у всех есть господи что ж такое а кошмар на всю картошину у всех есть шкили скелеты шкафу но мои скелеты уже от скуки убежали давно поэтому шкафы мои пустые данный момент я хотела вам сказать вот сейчас я на фейсбуке там заходила ну и одна там девушка женщина поэтесса она фотографию свою потому скинула где она делает такую боковую планку ну блин отвезет же людям вот сколько бы у меня было контента как это модно говорить да если бы у меня была возможность фотографироваться и снимать вот видео самой себя потому что я могла бы вас научить у кого больные суставы могла бы научить вам гимнастике которую я сама такая немножечко для себя подобрала разработала я бы показала вам какие я делаю упражнения какие ласаны выполняю что я вообще делаю каждый день через день поэтому вот поподробнее по о чем я думаю понимаете вообще мысли свои я бы всегда это о своих животных я бы больше пока что у меня животный дружок у меня уникальное существо он какой-то такой знаете человека собачьем обличье и он необычный человек ты у меня вообще он у меня супер собака зайка моя сидит смотрит на меня мне вообще животные они как-то странно я их никогда не дрессирую только просто общаюсь с ними они у меня просто какие-то все уникальные я бы почаще вам это показывает у меня была возможность такая вот снимать знаете хорошее поэтому так стало что-то обидно почему вот у меня столько много всего интересного чего бы я могла подсказать вам да чтобы я могла посоветовать а у меня нет возможности чтобы все это делать прямые трансляции проводить интересным общаться беседовать потому что но я если сравнить другими людьми я очень наблюдательный человек вот и у меня очень большой такой в этом отношении опыт и мне есть чем поделиться понимаете вот сегодня танцевала свик да и думала вот почему у меня нет возможности общаться со своей внучкой как бы но вот она я бы к трем годам и я бы уже всему и научила правда и она бы у меня уже и танцевала и пела и рассказывала стихи и сама бы сочиняла все это вот просто вообще вот посмотрите какой-то косяк вообще зачем почему так происходит вот зачем то же всему я этому училась я всегда думала что я училась этому для своего сына для своего для своих внуков вот это вот видео когда начинала я снимать эти все видео рецепты да я всегда думала что это будет для моей невестки а а наивная света невестка моя плевать хотела на все на она сама конечно неплохая хозяйка но учиться она не любит вот по крайней мере по отношению ко мне ей кажется что я постоянно потакаю чем-то там учу естественно учу потакать не потакаю потому что мы с ней даже не виделись мы просто с ней мы даже практически с ней не общаемся но она выбрал этот пульс понимаете поэтому такс мне вот жаль что так вот происходит что у меня такой огромный опыт что я могла мне даже советовали на дом брать детей и обучать их но это эстетическое воспитание танцы восприятие природы жизни людей любовь к животным это все но у меня не хватало смелости сейчас не хватает смелости да и условия мне не позволяют потому что квартира ужасная в ужасном состоянии ремонта очень много лет не было поэтому говорить животные тем более не каждый приведет своего ребенка где животные youtube это отличное пространство для того чтобы вот это все делать но не знаю все равно просто так ничего не делается я могла бы конечно об этом писать книги но книги тоже книги это тоже вложение у меня много что написано уже в столе у меня просто гора всего но дело в том что все равно на издательство нужны деньги элементарные пусть небольшие но для меня это огромные деньги сейчас я посолью бульончик потому что я же рыбу отвариваю не солю и животным солю ой животным варю посолим бульончик ну и сразу добавляю я картофель вот картофель нарезала картофель можно нарезать произвольно почему я это показываю потому что иногда вот так вот дома что-то остается да и человек теряется это непривычно для него и он не знает как сообразить поэтому я показываю такие простые вещи чтобы не боялись готовили вот такое это вкусно не надо говорить что там поросюшек так кормят а поросюшек кормят хорошо хорошие хозяева кормят поросюшек хорошо понимаете вот конечно есть те которые не заморачиваются накидали там ну а в общем то они и сами так кушают попробую на соль поперчить надо еще это перец закончился как-то не сыпется я кстати заметила что рыбный бульон не требует для себя много соли видимо потому что вот сама рыба мясо и и она имеет очень такой как бы самостоятельная такой самостоятельный аромат и вкус и поэтому как-то вот не нуждается в каких-то там добавках до определенных вот это мое замечание вернее замечание я заметила смотрите что творится посмотрите что творится с напряжением смотрите туда-сюда прыгает скачет так горошком здесь у меня вот красный он как-то почему-то перестал сыпаться мне по-моему сейчас немножко брошу имбиря чуть-чуть потому что сейчас я имбиря не ем потому что у меня нет возможности купить свежий немножко так добавлю здоровьечка вот такая маленькая упаковка была что-ли быть того не может ну нет представляете есть вот такой черный я в общем-то блин черный как-то я не что это не было перепутано потому что на автомате надо делаешь нет я не перепутаю другие другой может перепутать предпочитаю свежемолотые у меня вот что-то я не знаю что-то произошло вот этой молоткой вот и она какая-то там ну короче не важно прокручивает она перчу он конечно мало острый но очень душистый говорить некоторые экземпляры даже не закрывают пряности они вообще держать закрытыми такое нежное улетучивающиеся существо ну вот ну что сейчас у нас вот начнет закипать и мы сюда яйца трахнем я разобью яйцо немножко его и болтаю пашот не буду я делать этот раз так разрешаю чуть-чуть сейчас добавляю на этой стадии потому что все равно сейчас в процессе яйцо прокипит и заодно закипит вот так вот когда большим таким сгустком это прикольно получается так вкусно показается яйцо вкусно получается и лучок сразу забрасываю чтобы он отдал такой свой вкус остриночку аромат ну палец надо конечно у меня видите что делаю рука болит рана у меня там а я полезла в воду по привычке уже постоянно раскисает это не есть хорошо она потом заживляется неестественным образом я не даю ей правильно кожи затянуться постоянно ее увлажняю и она разъединяется не должна была срастись ай блин ну вот все закипает сейчас уже будет готово итак друзья вот моя похлебочка рыбные готова очень вкусно я добавила несколько кусочков отварной рыбы у меня сегодня магазинный хлеб со трубями очень вкусно ароматом и еда с пользой так что друзья ничего в этом такого нет простая пища всегда очень полезная желаю вам всего самого доброго кулинарного вдохновения благодарных едоков вот друзья посмотрите мой плейлист напитки там он маленький но очень интересный я серьезно вам советую особенно те кто любит кофе пожалуйста посетите мой плейлист напитки друзья ходите по ссылочкам читайте мои книги ставьте дизлайки ставьте лайки звоните в колокольчик делитесь в соц сетях моими простыми и замечательными рецептами оставляйте их в плейлистах они обязательно вам пригодятся потому что они простые и полезные друзья желаю вам всего самого наилучшего любите жизнь она единственная и неповторимая но при этом очень восхитительно главное почувствовать это и вовремя понять чтобы потом ни о чем не сожалеть я люблю вас по мое вдохновение всего вам самого доброго до встречи чао какао это это несколько у в в в в в Продолжение следует...